Всем привет из великого города Ростова. Он является ровесником Киева и Новгорода и насчитывает свыше 11 веков своей истории. Входит в маршрут Золотое кольцо России. Население здесь примерно 30 тысяч человек. Ну что, поехали смотреть город? Сейчас мы гуляем по Ростову и ищем какой-нибудь кафе, ресторан, где можно покушать. Уже полчаса здесь ходим и отовсюду нас прогоняют. Нет свободных мест. Сегодня очень много туристов, видимо, в городе, но мы не теряем надежду. Значит, это наш номер. Здесь две односпальные кровати и низкий потолок. Это крыша, об которой я уже удалилась. Так, телек здесь есть. Надо согнуться. И такое окошко. Там двор и... Отель находится в центре города. Называется Дом Фигурина. Смотрите, какое там черное пятно. На белых обоих плесень. В Ростов обычно приезжают, чтобы посмотреть на местный Кремль. Хотя это вовсе не Кремль. Крепости он никогда не был. Все это раньше было резиденцией митрополита. По замыслу строителей, ростовский Кремль должен был символизировать небесный город Иерусалим. Любой человек, входя сюда, должен был чувствовать, что попадает в рай. Ростовская звонница знаменита на весь мир своими гигантскими колоколами. Здесь сохранился полный набор из 15 древних колоколов. Самый большой весит 32 тонны и имеет собственное имя Сысой. Культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимали здесь, в Кремле. Ростовские колокола были отлиты в 17 столетии и чудом уцелели до наших дней. Услышать их можно ежедневно вечером. Но вот к Сысою относятся с почтением. Звонит он только по большим праздникам. В центре города целые кварталы заняты зданиями 18-19 веков. И что самое интересное, они до сих пор используются под гостиницы, рестораны, кафе. Трудно себе представить, но зданиям целых 200 лет. Стоит отойти от центральной улицы буквально на 100 метров и начинается настоящая красота. Обшарпанные, ободранные здания, выбитые окна. Вы понимаете, вот аварийный дом. Его должны расселить давным-давно. Износ дома 90 с лишним процентов. А он какого года? До 1917 года построен. Нет, мы бы рады в нем, если когда-то наше правительство делало, ну не правительство, а наша мэрия, делали эти крыши. Они бы сделали крышу, он не сгнил, и мы бы рады здесь жить. Неужели куда-то бы переходили? В коробки. Нет, конечно. Но мы же не здесь. А все крыша полностью, балки все полностью рухнули. А ведь дома-то прекрасные. Дома-то какие хорошие. Ну да. А место-то какое? Место-то разве можно отсюда уехать? Здесь тишина, спокойствие. Валы, вся история здесь. Все храмы, все, крем. Так да? Ведь вообще прекрасно. Я бы никогда не ушла отсюда. Но крыша рухнула полностью. У нас поменялось правительство в области. У нас поменялся губернатор, но он сейчас исполняющий обязанности. Миронов. Прекрасная работа. Вообще отлично работает. Сейчас у нас поменялся мэр города буквально. И у нас пошло дело вперед. А Путин сюда приезжал? Путин в область приезжал. Вот буквально в том месяце приезжал в область. И видимо что-то с лиги какие-то пошли. Я считаю, что с его подачи. И Миронов у нас начал губернатор работать прекрасно. И чувствуется движение, все равно пошло. Вот вы и говорите, что поменялись дома. Ну да. Идет-идет вперед. Так что я верю. Путина? Путина тоже. Хорошо. Ливи. В продолжение дня мы зашли в ресторанчик. По сравнению с Сундалем цены здесь более чем демократичные. За сытный обед с борщом и вторым блюдом отдали 1000 рублей. Спасо-Яковлевский монастырь – это еще одна достопримечательность, которую непременно нужно посетить. Он находится на западной окраине Ростова. И является самым красивым в здешних краях. Здесь есть смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на озеро Неро. И сейчас мы поднимемся и посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из всех ростовских монастырей он наиболее ухожен и восстановлен. В центре монастырского двора есть источник с целебной водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Озеро Неро выглядит таинственным и загадочным. Здесь никто никогда не купается. Во-первых, сюда сливают канализацию. Во-вторых, дно озера покрыто многометровым слоем пива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Сюда в древности любили приезжать русские цари порыбачить. Здесь находится самая высокая колокольня в России, расположенная вне города. Ее высота 94 метра. Это выше колокольни Ивана Великого в московском Кремле. Стоит она здесь уже более двух веков. Ростов приятен тем, что все его достопримые расположены очень компактно. И посмотреть их можно, спокойно гуляя по городу. А на этом мы прощаемся. До новых встреч и смотрите наши видео.